Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами поговорим о понимании гамбитных позиций, как надо играть в позициях с гамбитной симметрией и о читерстве в русских шашках. На сайте Gambler есть турнир, который проводится в 21.00 по московскому времени. Называется Южный федеральный округ и Северо-Кавказский федеральный округ. Я играл во многих турнирах и в прошлый раз шел на первом месте с отрывом от ближайшего преследователя Убуши Ангреева в 2.5 очка. Как говорится, ничто не предвещало беды, но неожиданно Убуши Ангреев меня выиграл 2.0. Несколько пошатнулся, пошатнулась моя вера в успех. А затем, как друзья мне показалось, я играл против двух читеров. И в итоге, как ни странно, я с отрывом 2.5 очка за 4 тура от ближайшего преследователя не вошел даже в призовую тройку, то есть занял 4 место. И вот партию против одного из людей, которых я считаю читерами, сегодня мы рассмотрим. Нам выпала гамбитная позиция, то есть белая шашка А3 летит на А4, черная шашка А6 летит на поле А3. Обычно мы атакуем своим сильным левым флангом слабый правый фланг соперника. Но здесь, друзья, все с точностью наоборот. То есть, видите, если разделить доску пополам, у нас на правом фланге 7 шашек, а на левом лишь 5. И, соответственно, у черных на их левом фланге лишь 5 шашек, а на правом целых 7. То есть и белые, и черные в гамбитных позициях атакуют своими правыми сильными флангами. Я здесь пошел уже Ф4, сильнейший ход. Мой соперник ответил ФЕ5, также сильнейший ход. То есть, не давая хода ФЖ5 из-за банального проигрыша шашки. Ну, здесь мне надо было играть СД4, и после разминов позиция равная. Я же сыграл ФЖ3. И здесь мой соперник точно отвечает БА5. То есть, хода ФЖ5 опять нет из-за проигрыша шашки. А АСЖ5 не получается сыграть из-за комбинации. Черные отдают 2 шашки, затем третью, затем снимают 3 шашки. Ну, и затем они ходом ДЦ7 выиграют шашку Д6 и должны победить в этой позиции. Поэтому в этой позиции после БА5 я решил выждать ЖФ2. Но мой соперник сыграл АБ6. Здесь я разменялся. Ну, кстати, был возможен ход АЖ5. Наверное, уже сильнейший вариант, потому что ход СД4 практически проигрывает партию. Мой соперник здесь мог ответить ЖФ6 точно. ЖФ6 не очень хорошо играет, потому что белые начинают атаковать шашку Е5 черных. Ну, и тут есть определенные контр-шансы за белых. Не все так просто. После ЖФ6 белым надо размениваться. Затем черные играют АЖ7. Грозят связать правый фланг белых. Но белые тоже играют СД4. Как говорится, не лыком шиты. То есть, если черные свяжут белых, то белые выиграют шашку. То есть, таким образом. Поэтому черные здесь размениваются. Побили, побили. Побили, побили. Сперва нападаем. То есть, развиваем свою отсталую шашку H8, которая ушла на Ж7, а сейчас на H6. У белых надо меняться. Ну, и после размена возникает, в принципе, равная позиция. Здесь ничья. Как говорится, предел мечтаний. Ну, в принципе, равная позиция. У белых чуть похуже. Я же в этой позиции не стал АЖ5 играть. Я стал размениваться. Мой соперник делает блестящий ход АБ4. Здесь я понял, что против меня играет человек, который великолепно разбирается в гамбитных позициях. Но мне остается играть АБ2 только. И после АБ2 я ожидал, конечно, что мой соперник разменяется. Это лучшее продолжение. Позиция белых очень плохая, потому что у них, видите, шашки все скучены на одном фланге. Левый фланг не развит. Ну, и то есть, очень плохо. Здесь, возможно, два варианта. Либо ЕД2, либо СД2. Но везде плохо. Ну, давайте рассмотрим, допустим, ЕД2. После ЕД2 черные неожиданно играют ЕФ6. Обратите внимание, ход ДЦ3. БЦ3 уже невозможен, потому что черные проведут комбинацию. С попаданием в дамки. То есть, это уже проиграно. Остается только жертвовать шашку и пытаться ее отыграть. Ну, здесь за черных такие ходы, какие-то нападения потом не ведут к преимуществу, тем более к победе. Но есть неожиданный, но интересный план. ВА5 и АБ4. И выясняется, что у белых нет хороших ходов. То есть, АЖ5 проигрывает из-за ЖФ6. Черные остаются с лишней шашкой. БА3 невозможен из-за БЦ3. Черные просто уйдут в дамки. Ну, а ход СД2 невозможен из-за банального БА3. Надо отходить. И черные отдают две шашки. Забирают три. Проходят дамки и легко выигрывают. После СД2, друзья, как я намеревался играть, здесь тоже у белых все очень печально. Черные играют ЕФ6. То есть, грозят уже провести комбинации. Допустим, две отдали. И так, или так сыграли и прошли в дамки. То есть, надо уходить на А3. Теперь черные играют ФЕ7. Ну, такие ходы после связки. Тут, конечно, позиция у белых явно проиграна. Там все быстро заканчивается. Поэтому остается играть ДЦ3. Теперь черные играют ЖА6. ЕД2, допустим. АЖ7. Черные поджимаются. Ну, и после, допустим, вот такого размена, черные остаются с лишней шашкой. Отдали одну. Забрали две. Белые бьют назад. Затем черные нападают на шашку Б6 и легко должны победить. То есть, в этой позиции, друзья, я, конечно, ожидал, что мой соперник сыграет БЦ3 и будет, конечно, давить. Иметь огромное преимущество. Но неожиданно он сыграл БА5. То есть, этот ход уже передает преимущество белым. Белые тут же закрываются. И вот этот пассивный треугольник, он здесь плох. Чёрные сыграли ЦБ6 и я разменялся на фланг выгодно. Угрожаю поставить ржон на поле Ф6, поэтому чёрным надо закрываться. Затем я сыграл ФЕ3 и соперник меня снова удивил. То есть, здесь была ничья после хода Б7, например. Давайте рассмотрим возможные лучшие варианты. Допустим, ЖФ4. Чёрным надо меняться вперёд. В чём идея чёрных? То есть, рано или поздно, они вот таким разменом разменяются назад и позиция уравняется. Лучший план за белых здесь, мне кажется, ЕФ2. Чёрные играют АЖ7. Грозят связать белых, поэтому надо уходить на А6. И чёрные меняются. Но двойной размен плох за белых. У них ослабляется очень сильно левый фланг. Поэтому лучше всего разменяться одинарным полом. Ну, таким образом. Сделать одинарный размен. Теперь связка за белых. Кажется, вроде бы, выгодная. Но на самом деле она проигрывает. То есть, чёрные сыграют ДЕ5. Белые рано или поздно подтянут свои шашки. И чёрные вот таким разменом легко выигрывают. Поэтому так играть не надо. Лучший ход здесь за белых. ФЖ3. Теперь чёрные играют ДЦ5. Ну и грозят выйти на поле Д4. Поэтому белым надо играть ДЕ3. Чёрные теперь нападают. Атакуют ослабленный фланг белых. СД2 плохо из-за жертвы. Вот такое. И скорее всего здесь чёрные победят. То есть, так играть за белых нельзя. Поэтому белые отходят. И чёрные жертвуют временно шашку. И играют АБ4. То есть, фиксируют неудачное расположение вот этих шашек. То есть, видите, ход ЕД4 никогда невозможен из-за простого БЦ3. Ну и здесь план. Либо два плана. Отдать сразу же с ничьей. Либо сыграть так. Ну, такой ход как бы не ведёт к преимуществу белых. Потому что белым всё равно придётся меняться назад. Здесь у белых даже ещё будет похуже. Поэтому белым здесь лучше всего сразу же вернуть шашку. То есть, белые грозят сейчас сыграть ЕД2 и БЦ3. И вот есть вот эту вот подвисшую шашку. Чёрным поэтому надо играть ДЦ7. Белый играет ЕД2. ЦБ6. БЦ3. БА5. Ну и партия быстро заканчивается ничьей. Например, АЖ3. ЖФ6. ЖФ4. ЕД6. Ну и белым можно сыграть ФЕ5. Там затем с временной жертвой шашки. Там, в принципе, всё ничьей заканчивается. Но можно просто сделать быструю ничью. Допустим, ДЕ3. ФЖ5. Отдали две. Забрали две. И ничья. То есть, в этой позиции, естественно, надо было играть БА7. Ход БЦ7, как сыграл мой соперник, уже проигрывает. Я играю ЖФ4. Чёрные сыграли ЦД6. И здесь я играю ЕФ2. То есть, играю подтянуть шашку на Ж3. Затем сыграть ЖФ6. И грозить тут разменами, либо развитием. Чёрные здесь проигрывают после АЖ7. То есть, я просто играю ЖФ6. Ну и вот эти вот все сходки. Допустим, так, 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 так. Тут всё проигрывает. То есть, чёрным просто банально некуда ходить. Поэтому в этой позиции мой соперник прикинул варианты и неожиданно сыграл ФЖ7. На несколько секунд мне показалось, что я проигрываю. Я расстроился. Вроде позиция была перспективная. То есть, коды ФЖ3, АЖ3, видите, плохие. Из-за того, что фланг белых запирается. Им просто некуда ходить. Но, как говорится, деваться некуда. Белые идут вперёд. ЖФ6. Соперник отвечает ФЕ5. И здесь я проигрываю шашку. То есть, я побил одну, а чёрные две. Но неожиданно выясняется, что не всё так плохо. Здесь я отжертвовал шашку ещё одну. Уже играю без двух шашек. Но тут же их отыгрываю. И гражу ещё дополнительно забрать чёрную шашку Ф4. Кроме того, выясняется, что у белых дамка свободна. Она играет по двойнику. Может при желании уйти на большую дорогу. А дамка чёрных, она заключена. Ей просто банально некуда ходить. То есть, дамка чёрных здесь, её стоимость равна, по сути, одной шашке. И здесь я легко выиграл. Чёрные сыграли АЖ7. Белые побили. Чёрные напали. Я разменялся. То есть, видите, друзья, у меня 6 единиц. У чёрных лишь 5. Я гражу разменять дамку и остаться с лишней шашкой. Легко выиграть чёрные. Поэтому отдали шашку. Пошли ЕФ2. Но здесь тоже всё быстро заканчивается. Я напал. Отходить нельзя. Из-за выигрыша. Ну и чёрным пришлось выйти обратно на Е1. И после размена дамок чёрные здесь сдались. Во второй партии мой соперник снова меня удивил. Я понял, что он гамбитные позиции не понимает от слова вообще. Он сыграл ЖФ4. Я напал. И тут он не стал закрываться или играть СД4. Сильнейший вариант. Он почему-то разменялся вот таким образом. И здесь, друзья, я с лёгкостью развиваю свой левый фланг. То есть, напал. Белые разменялись. Но у меня никаких проблем. Я сыграл здесь АЖ7. То есть, в дальнейшем я загоняю шашку Ж7 на Ф6. Перестраиваюсь на своём правом фланге. Размениваюсь назад. И давлю просто позицию белых. В этой позиции мой соперник сыграл АЖ3. Я играю ЖФ6. Он играет ЖА6. Я сыграл БА5. То есть, начинаю перестраиваться. И после БЦ3, СБ6, ДЕ3. То есть, видите, я перестроился. И просто размениваюсь назад. С великолепной позицией. То есть, у белых переразвитие. Преимущество явно у чёрных. Партия дальше продолжалась так. ЖФ4. АБ6. ФЖ5. БА5. ЖА2. СБ6. Ну и здесь мой соперник меня удивил. Я думал, что он уже плохо понимает гамбитные позиции. Но он после того, как продумал 9 секунд, делает великолепный ход. ЕФ4. То есть, белые при случае хотят сыграть АБ2 и затем разменяться назад. И уравнять эту позицию. Ну, что-то подобное мы уже видели. Поэтому, был ход Б7. Но я сыграл ДЦ7. То есть, при случае ещё грожу разменяться на поле Е5. И выиграть в этой партии. Тут мой соперник меня окончательно добил. Он делает ход, который никогда и никому в голову не придёт. Он ходит ФЕ5. То есть, что получается? Ну, если бьём в эту сторону, позиция полностью уравнивается. Да, у белых на большой дороге две шашки. У чёрных одна. Но за счёт того, что белые рано или поздно вылезут в центр, позиция всё-таки уравняется. В этой позиции, конечно, 99% всех игроков выиграло бы шашку. То есть, не видно, что делать белым. По сути, этот ход выглядит как жест отчаяния. На самом деле, это сильнейший позиционный ход. Он единственный ведёт здесь к ничьей. То есть, я здесь играю ДЦ5. Вроде бы, кажется, ничего особенного. То есть, ну, не даём белым пройти в дамки. И белые делают тихий ход АЖ3. И выясняется, что их комбинация, то есть, ЖФ6, СБ2 и затем ЖФ4, она неотразима. То есть, как бы чёрные не играли, белые здесь имеют преимущество. Здесь компьютерная программа Тоша показывает, что можно было сыграть АБ2 или АБ4 с уравнением. Но, честно говоря, я думал, что здесь выигрываю. То есть, лишняя шашка. Я поэтому сыграл СД6. Тут мой соперник проводит комбинацию. То есть, играет ЖФ6. Обратите внимание, что в эту сторону уже бить нельзя. Белые отдают шашку. Затем ещё одну. И бьют не на АШ8, а на Д8. То есть, при случае грозят подорвать пункт Ф8. Ну и они должны победить в этой позиции, потому что шашка на Е1 и на С3, они великолепно сдерживают вот эти три шашки чёрных. В этой позиции я продумал 43 секунды, но всё-таки побил на поле Ж5. Белые бьют. Ну и в этой позиции ещё была ничья. Я, к сожалению, её не нашёл. Ничья есть после хода Б7. Мы её потом рассмотрим. Я здесь разменялся. Ну и после хода СД4 выясняется, что марш шашки Ж3 в дамке неотразим. То есть, партии последовало СБ6, ЖФ4, БА5, ФЖ5. Белые просто тупо идут в дамки. Ну и после хода БА7 белые играют ЖФ6. Здесь я напал. Ну и белые пошли в дамки. Поставили дамку. И чёрным просто некуда прилично пойти. Я сдался. То есть, ничья в этой позиции ещё была. Мне надо было пойти БА7. С какой идеей? То есть, на ход ЖФ4 мы размениваемся только вперёд. И теперь, допустим, на ход ЕД2 мы жертвуем шашку. И играем СД4. И ничья здесь неотразима. То есть, чёрные всё равно достигнут ничьей. Друзья, у меня сложилось такое впечатление, что в первой партии мой соперник играл своей головой. До середины партии так же думал сам. А затем просто тупо подключил шашечную программу. И добился сперва равной позиции. А затем переиграл меня. В последнее время, друзья, на Гамблере вижу такую плохую ситуацию, что некоторые игроки позволяют себе подключать программы. Причём они это делают хитро. То есть, они могут одну партию сыграть ничью со своим соперником. Возможно, даже проиграть. Специально они это делают. А затем уже включают компьютерную программу. И подчистую выигрывают всех подряд. Вчера играл с неким гроссмейстером один. Тоже зовут Шахизот из Узбекистана. Но вот все игроки, которые находились в это время в Гамблере, то есть, играли уже глубокой ночью, просто видели, что игрок делает явные компьютерные ходы. То есть, такие ходы, которые человеку в голову никогда даже и близко не придут. То есть, во второй партии мы видели такой же пример яркий, когда мой соперник делал неожиданные ходы, которые просто не поддаются никакой логике. То есть, просто белые жертвуют шашку на ровном месте, затем делают тихий ход, и выясняется, что у них позиция нисколько не хуже. Друзья, пишите ваши комментарии, что вы считаете по этому поводу? Все-таки подключал мой соперник программу или нет? Или это мои, как говорится, догадки лишь? Мне просто обидно из-за того, что я проиграл партию. Мне интересно ваше мнение. Ставьте лайки, если вам понравилось видео, объяснение гамбитных позиций, как играть в них. Пишите, задавайте вопросы, отвечу на все вопросы. И сегодня состоится, кстати, шашечный стрим на канале «Всё о шашках». На сайте «Гамблер», как всегда, в пятницу состоится лично командный турнир, и мы с Владиславом Шипиловым, мастером из Москвы, будем играть и комментировать. Ну, вернее, он будет играть, я буду комментировать. И в конце стрима ещё поиграем в любимую игру Владислава «Домино». Друзья, до свидания, увидимся на шашечных баталиях.